всем привет сегодня у нас с вами будет 2 косметичка ноября и начнем как обычно ее с баз и тональных средств в качестве базы я села себе вот такую баночку с кремом с китайским кремом но крем этот не бюджетный я брала его давно уже где-то 800 рублей он стоил я пользуюсь 900 смысле сейчас нам дороже гораздо кисточкой вот так набираю на лицо наношу и у него идет такой осветляющий эффект он грамот видно как он осветляет кожу то есть бывают зеленые базы бывают белые белые принципе мне тоже нравится неплохо крем хороший сильно осветляющий и бренда называется honey beauty и тональный крем у меня будет также никак не закончится вот этот вот корейские очень хорошие долгоиграющий я не знаю насколько его хватит очень легкую упаковку по весу и на всякий случай у меня еще есть в использовании герлен крем и крем от лореаль я может быть буду по очереди то что они разные этот жиденький с пипеточкой вот такого плана а герлен кремом более густой и такой знаете какой-то полотноватый вот именно прям тональный крем это не напоминает baby плотный такой несмотря на то что это сияющие вот они бывают еще матовые он не похож на сияющий крем как будто матирующий какой-то то есть тяжеловатый я его не очень люблю мне вот это больше нравится крем бесконечный мы вообще для меня он идеально я могла бы больше ничего не искать вот остановиться на нем него и spf высокий то есть вот одним и тем же пользоваться но мне надоедает я любитель всяких новинок поэтому все время что-то новое покупаю пробуя так по сути вот идеальный мой крем на этим можно остановиться было бы если бы не мое любопытство и что дальше мы с вами будем я в этот раз много взяла черный лица и новинки все свои принесла и старая тут есть и давайте мы с вами начнем с двух кремовых румян вот лент вот такие две упаковки у меня оттенок 3 и 4 хорошие очень румяна я их распределяю вернее наношу кисточкой которая здесь в комплекте а дальше я распределяю другой кистью и очень хорошо получается пальцами мне не понравилось как это выглядит третий оттенок участник с вами смотрим то есть пальцами наносить не не очень они распределяются красиво на лице естественно максимально смотрится и такой третий оттенок не блестят они такие матовые в общем я не довольна я не сильно люблю именно вот такие румяна которые кремовые но вот эти мне понравились смотрите как они в итоге сидят красиво давайте еще 4 оттенок посмотрим это более розовые такие может быть даже более ходовой будет оттенок если это прям персик явный то это наверное оттенок три больше подойдет кому из наших девочек и вот так выглядит то есть явно розовый да и явно персик вот такие красивые очень до оттенки естественные натуральные очень я ими довольна и еще у меня будут новые румяна вот эстрада смотрите я взяла значит похожие от ice cream румяна и 2 новиночки от эстрада их тяжело покупать вот так вот не видя обзоров просто тыкнув на картинку тем более картинка она как-то так не сделано не совсем понятно что здесь вот фиолетовый преобладают я когда покупала этого ничего не видела и вот получились у меня такие холодно розовые румяна обычно я их не беру плюс еще сияют сильно ну вот что есть как говорится может быть какие холодные макияжи которые я в принципе обычно не делаю но вдруг на бывает что тоже все надоедает одно и то же вот эти румяна оттенок 201 а вот эти фиолетом 204 они похож с румянами от ice cream которые недавно были в корзине оттенок 02 это у ice cream мы немножко посветлее для не не очень похож то что эти прям явно светлее ice cream видите а это это 201 это красивый 201 оттенок матовый называется а вот это 204 это идет сатиновый оттенок потому что его и видно он прям вот сияет так значит еще новинки из мира румян у меня будут вот бренда vitex это двое румян одни матовые другие сияющие у матовых номера 2 сияющий 4 это эти новинки мне хочется сравнить почему-то с качеством our глаз потому что они реально вот по своей текстуре очень сильно напоминает вот этот матовый вот этот нет потому что здесь шиммерная текстура это скорее вот но увидите как как будто это какие-то тени а вот именно матовые оттенки вот 2 еще какие там у них есть по моему еще несколько вариантов то это прям вот действительно видите такая плотная запеченная текстура и классные а сияющие они похож да на тени сводчи выходят слишком яркие но когда вы будете на глазах ой на лице это все кисточка распределять смотрится не так ярко то есть выглядит это уже нормально и можно использовать я в ролике показывала там нет такого дикого блеска как вот при сводчи и все неплохо выглядит дела еще вот такую палеточку румян в этот раз очень много это интересная палетка двойная здесь можно сделать как более рыжий более розовый вариант мы с вами сейчас посмотрим а такой усредненный так сказать вариант и не буду я все прям вот 10 вариантов намазывать понятно да что можно просто розовое сделать просто оранжевые и вот серединка такая будет и давайте все таки покажу как как будет выглядеть просто розовая часть очень яркая малиновая прям вот ну и соответственно между этими есть такой какой-то средний вариант смотря где вы будете кистью набирать мне нравится как они на лице выглядят для кого-то ярко для меня нет потому что мне бледный румян на мне вот такие не видно для меня это как пудра какая-то взяла свою четверочку от эсос коллекция пэкман старенький уже но не тем не менее здесь идет вот одни сатиновые а остальные матовые хорошее качество хорошие румяна они светлые за исключением вот этого оттенка поэтому можно будет миксовать смешивать из румян у меня будут две новых палеточки от a heart revolution это персик и вишня вот такие две палетки тоже яркие пигментированные ароматизированные вкусно пахнущие прям оранжевый оранжевый этот оттенок и вишня вишня розовенькая вот такие то дальше мы с вами наверное закончили наконец-то мы с румянами и будем смотреть сейчас бронзеры и хайлайтера бронзер старенький от catrice очень люблю эту палетку такой шелковистый здесь качество обалденное вот такого цвета он не рыжит как-то вот ну хороший оттенок немножко вы как прохладный даже потемнее бронзер будет еще от рефлеем оттенок более такой насыщенный хотя нет окажется как будто темные такие да открываешь когда кажется что вот это намного темнее вот это а по факту получается что ненамного когда вот тот же swatch смотришь ну чуть-чуть так значит дальше у нас был хайлайтер а нет хайлайтер подойдите еще бронзеры не закончу две вот на моих недавних новинки от лавли я взяла из корзины по 69 рублей упаковка здесь прям очень такая дешевенькая тонкий пластик все как будто вот хлипкая какое-то ну думаю ладно 69 рублей я потестила и мне показалось такое бархатное сливочное какое-то качество думаю возьму вот этот оттенок это скорее пудра вот она и называется вроде бы как пудрой то да пудра для лица в оттенке 2 видите на мне вообще не видно то есть это вот реально пудра какая-то и второй вариант это тоже них пудрой называется но я думаю что это будет бронзером немножко крошки текстур бронзером будет да это будет сияющий бронзер для меня очень хорошо смотрите заполняет собой морщинки как бы шлифуя кожу и вот такой оттенок так с бронзерами все мы можем теперь переходить с вами к хайлайтерам хайлайтеров не так прямо чтобы много относительно румян например вот такой хайлайтер кремовый от фишин формула в золотом оттенке его нужно наносить кистью чтобы он не выглядел именно вот так потому что это слишком много золота когда вы наносите кистью натуральные то скажу мне какая-то там была то он очень красиво смотрится на лице и он имеет кокосовый аромат и текстуру ну мне уже давно уже у меня этот хайлайтер но у него ничего не засохло вот как была формула кремовая так она и осталась ничего не испортилась за столько лет и хорошая такая качество очень конечно сейчас нам нужно не купить такое это покупалось давно так и остались у нас с вами две палеточки вот такие это кокос и ананас это вот из этой же коллекции все пахучие и давайте мы с кокоса начнем я буду на кистью вот это делать потому что здесь такая текстура капризная она очень быстро замыливается и вот такой какой-то гладкий получается тоже такого цвета по типу золотого здесь хайлайтер вот я только кистью использую не лазью так и здесь то попроще здесь можно без кисти давайте возьмем золотой кусочек и вот этот розовенький розовый золотой и что вот эту серединку да и серединку это вот ананас они пахнут все по-разному все палетки пахнут по-разному каждого каждой своя душка так и что дальше мы с вами посмотрим дальше на еще будет последняя палеточка хайлайтеров для лица от катрис и все мы выходим с вами к теням а нет еще не последние две палетки хайлайтеров девочки две значит одна из них это вот такая катрис очень хорошее качество здесь оттенки золото и ну румяна такие сияющие я считаю это не хайлайтер это прям вот румяна очень много блестяшек потому что в этом оттенке он сильно сияющий и яркий поэтому это вот румяна блестящие два вида хайлайтера хорошее качество такое какое-то жирненькая и вот эта палетка будет наверное скорее всего использоваться не только на лицо но и на глаза как тени я на лице еще и не пробовала я не знаю как это возможно такое носить или нет такие оттенки качество хорошее ничего не замыливается но здесь в некоторых оттенках отчетливо видны прямо блестки отдельные я не очень это понимаю на лице ну и я не знаю как например можно ходить с вот таким синим оттенком видите тут блестки у некоторых видны если первый вот этот вариант еще можно использовать как хайлайтер то вот и третий то есть синие розовые я не знаю как это будет кроме как тени на лице то есть надо конечно все пробовать все остались палетки сейчас я стираю эти сводчи и мы с вами к теням переходим тоже взяла новые палетки которые недавно купила хочу их попробовать может быть какой то выйдет ролик макияж из косметички вот эту мы с вами уже смотрели в макияж в каком-то а две то что сейчас еще будем смотреть палетки я нигде еще пока не показывала поэтому возможно будет с какой-то из этих видео выйдет пишите в комментариях что вам больше нравится ну в обзоре чтобы я показала макияже и мы с вами эту палетку и посмотрим знаете как красиво сияет от никс эти блестки оттенки с блестками хорошая палетка и у нее неплохое качество и вот такие матовые такс палетка следующая это будет палеточка от эстрады такая новинка у них вышло несколько вариантов и мне захотелось вот такой потому что все другие оттенки у меня будет как есть а это это показалось мне наиболее интересными вариант хотя не фанат зеленых макияжей но мне сам таки цвета идут и я ими пользуюсь поэтому решила купить здесь есть красивые оттенки например вот этот серединка видите какие у него сияшки внутри здесь один оттенок это глиттер липкий такой вот этот очень красивый рефил переливающийся и вот этот светленький тоже мне нравится очень сияющий такой немножко дуа хромит из белого золота так и вот такие оттенки один оттенок который рядом с зеленым он переходит из золота в розовый видите вот так розовый вот так золото хорошая палетка мне нравится и еще одно у меня есть новиночка это от бренда инфлюенс палетка называется марс вот такая она вот довольно таки яркая разноцветная и давайте мы ее тоже посмотрим здесь много матовых именно оттенков даже можно сказать большинство я не стала стирать специально предыдущий сочи чтобы мы могли сравнивать например зеленые оттенки насколько они похожи ну чуть-чуть разные да матовые вот такие сочные яркие оттенки сюда нанесу ой какой красный смотрите просто класс очень красного качества нравится у красного рефила я чуть-чуть поднаслоила эти оттенки чтобы вам было их получше видно сейчас я покажу все сразу еще осталось два рефила не сделано вернее даже три или четыре так и вот матовые смотрим это вот такое количество матовых и блестящих и вот такое количество шиммер здесь не прямо огонь ничего такого это скорее какие-то сатины наверное у эстрада лучше смотрите как они сияют и вот у палетки марс более скромный вариант блестяшек вот у инфлюенс и мы с вами переходим к помадам помады в этот раз тоже немало давайте начнем с помад карандашей у меня всего три таких помадки одна из них лореаль и две от мэйбелин и давайте начнем с лореаль они обладают от лореаль очень пахнет вкусно шоколадом тоненький грифель вот такой как у карандаша и вкусные до чего же они вкусные у нее матовый финиш вот так выглядит и помада в оттенке 10 мэйбелин ее когда рисуешь она выглядит глянцевой но потом она немножко застывает похожи между собой оттенки и одна из них это прохладная в номере 25 вот такая эти помады пахнут как все помады мэйбелин то есть одинаковая душка у мэйбелин одинаковая душка у помад и они точно так же пахнут а лореаль шоколадка такая потом у меня будут помады одна вот такая от ламельного в номере 07 тоже у нее какой-то приятный своеобразный запах матовая помада от фаберлик в номере 40 462 тоже красивый оттенок и вкусный аромат 462 номер хорошие помады вот эти такс из таких помадок все я взяла еще парочку блесков один вот такой вот айскрим какой-то зеленовато-желтый но это будет как топпер у меня работать и второй тоже прозрачный вот это у нас Vivienne Sabo Vivienne Sabo как-то пожирнее здесь кисточка вот такого плана ей удобно пользоваться она как-то больше гуще наносит слой блеска то есть он как-то толще что ли только здесь начинает все как-то отрываться наверное ой какая плохая там картина хотела оторвать эту наклейку а под ней столько уже вот этого какого-то клея что решила пускай сидит она уже начала оторваться так ладно все оттерла оторвала так дальше дальше будут помады у меня вот Wet n Wild вот такая с губками красивый тоже у нее оттенок номер называется 1442 вот такой цвет от Faberlic помада номер 35169 так амадо номер 100 отule из 22 это сами мы это essence красивая розовая помадка вот такая и essence номер 02 матовая тоже очень красивая вот такая как теплая холодная оттенок интересный очень последнее это типа бальзамного типа aqua от faberlic ну как бальзам да такая блестящая легенькая у нее неплохая дышка еще помада классно но я люблю просто такие бальзамного типа помадки комфортно очень на губах как будто блеск какой что ли хорошая помада так ну и все вот такая будет косметичка в этот раз следующая косметичка будет возможно чуть позже не м 20 числа потому что это немного задержалась и мы задержим соответственно третью косметичку я вернее задержу но она все равно выйдет может быть с опозданием на пару дней и мы все с вами посмотрим обязательно на этом я буду с вами прощаться пожелаю как обычно вам здоровья не умывайте будьте счастливы спасибо вам за комментарии просмотры лайки и мы с вами скоро увидимся до новых встреч пока пока